Я хочу рассказать немножко об изданиях, в которых Рома участвовал, но прежде хотел бы немножко добавить к тому, что говорил Юра и Олег. Рома, конечно, был авантюрист, без всякого сомнения, он такой вот авантюрного склада был. У него не одна компания была, у него было несколько компаний. Вот он, допустим, в нашей компании был, и я совершенно не знаю другие компании, где он точно так же был, приходил, его там любили. Они были совершенно разные. Иногда даже очень разные, очень разные. Просто как Северный и Южный полюс. И, конечно, в нем вот этот авантюризм давал то, что Юра говорил, что у него игровая природа его творчества. Конечно, именно это его толкало в рекламу, а не только желание заработать деньги. Хотя можно вспомнить Маяковского в рекламе, а можно вспомнить и Шервуда Андерсона, американского писателя, который 20 лет работал в рекламном бюро. Ну, правда, Америка недосчиталась, наверное, 4 или 5 романов Шервуда Андерсона. Зато очень много рекламы хорошей и качественной. А я про Маяковского сказал, да, Костя, я первым делом сказал. Но Маяковский как бы сознательно шел на это. То есть он не вместо стихов писал. Не вместо же стихов писал. И Рома точно так же. Вот он писал их не вместо стихов, а как бы, ну, как стихи, собственно говоря. Меня, честно говоря, холодом немножко пробило, когда после смерти уже я вспомнил его некоторые рекламные слоганы. Он, там, Ниссан, поднимаешься к небесам. Или Тойота, ощущение полета. А все знают, как он погиб. То есть, ну, выпал с пятого этажа. В полете погиб, скажем так. Вот. Я хотел бы некоторые уточнения. Вот тут Георгий говорил, что ему известность принесла поэма «Письмо Генсеку». Да не было такой поэмы. Были стихи, отдельные стихи. И однажды Рома, как всегда, он большой мистификатор был, собрал эти стихи, оперил их двустишиями, типа, «Товарищ, тебя объегорили, ты понял мою аллегорию». Ну и так далее. Это были именно двустишиями, которые скрепляли каким-то образом просто выстроенные, известные довольно стихи 80-х годов. Просто Рома действительно нуждался в мгновенном отклике, в читателе. И они, он издал, вот я помню, с таким рулоном он ходил, они на рулоне у него были отпечатаны. Они с Геной Переваловым поехали в Москву, в это время стало модно выступать на Арбате. И они на Арбате Гена там лобал на гитаре, пел песни свои. Рома читал стихи, отрывал кусками и продавал эту свою поэму. Как говорится, вечером подсчитывали барыши. Несколько недель они там жили. Ему нужен был вот читатель, живой читатель, неизвестный. Потому что стихи он и так всем действительно читал. Приходил в компанию и тут же новое читал или старое. Но речь не об этом. Когда вот тут тоже Олег говорил про УПШ и так далее. УПШ это условное, понятное дело, название. Надо же было как-то просто обозначить. Ну как называют там критический реализм, социалистический. Как-то надо назвать, вот так называют. В 96-м году Кальпиди стал делать первый том антологии современной уральской поэзии. И как он сказал, там должны были быть поэты Перми, Челябинска и Свердловска. Он сказал, что из Свердловска будет 4 поэта. Это Александра Мокша, Антиподов, Андрей Санников и Рома Тигунов. 4 человека. Попросил меня помочь ему, я ему стал помогать. Незаметно этот список расширился. В конечном итоге 32 поэта из Екатеринбурга вышло. Больше, чем в Перми и в Челябинске вместе взятых. И Кальпиди согласился с этим. Кстати, примерно такая же тенденция наблюдалась и во втором томе, который вышел в 2003 году. И заключительный том был уже в 2011 году. То есть у Кальпиди был такой пунктик, что антологии надо издавать раз в 7 лет. И три антологии подряд они дадут картину. Ну, понятное дело, что это современная именно уральская поэзия. Там он отбирал все всегда по своему вкусу. Некоторых имен там нет. Но их там и не должно быть. Ну, по Кальпидиевскому представлению. Вот этот журнал «Несовременные записки» это тоже затеял Кальпиди. Это он выпускал. Всего вышло. Когда вышел первый номер, вот этот вот, московские критики сказали, ну, обычно на первом номере все и заканчивается. Я работал в этом журнале. Мы выпустили 4 номера. 4 номера. Они сейчас есть в музее. Я все эти журналы передал в музей писателей Урала. Они вот есть там в архивах. Там, кстати, напечатали дивную совершенно поэму Андрея Козлова. Там же и печатали и Рома. Там много, очень много интересного было чего. Журнал «Золотой век» это журнал, который издавал Володя Солимон, московский поэт. Однажды он мне предложил, позвонил по телефону, говорит, давай, говорит, «Золотой век полностью посвятим Уралу, а ты будешь составителем». Через два дня позвонил мне. Я говорю, да, конечно. Через два дня позвонил Кальпиде и говорит, знаешь, составителем буду я, и редактором буду я. Я говорю, слава богу, потому что тяжелейший труд, а он с этим очень удачно справился. Там, кстати, тоже напечатаны стихи и Ромы, и Козлов там есть. Там много интересного. Так же, как и в первом томе «Онтологии». Кстати, она вышла в двух томах, мало кто знает, но там еще вышел том «Прозы». Там было пять прозаиков еще того времени, екатеринбургских. Но в конце концов, Рома очень хотел книжку свою, очень хотел. И первую книжку, вот здесь все время говорили про журнал «Урал», и, конечно, журнал «Урал» — это наше все, без всякого сомнения. Но мы забываем, что многие книги начинали выходить в издательстве «Ургу», где был главным редактором Федор Еремеев, который после этого основал издательство «Кабинетный ученый», где сейчас продолжается эта линейка. Там ведь выходили не только вот эта книжка, которая вышла в азбуке «Азбука имени», это издательство «Кабинетный ученый» Федора Еремеева, но там вышла книга Евгения Ройзмана, там вышло уже третье издание, по-моему, Кости Комарова, Витя Смирнов, Ребакон там выходил. Сейчас там готовится моя книжка, «Танцерев» выходил, две книжки, ранние стихи студенческие и полное собрание, что называется, сочинений. Там много. Юра Казарин издается в «Кабинетном ученом», кстати, как прозаик, как мемуарист и как поэт. То есть издательство, что называется, очень сильное и, ну, скажем так, да, такого уровня у нас мало, мало издательств. Я по книжкам. Первую книжку Рома сам делал, сам составлял. Женя Ройзман предложил, говорит, давай, надо делать эту книгу. Я ее курировал, был редактором этой книги. И в конце 2000 года она должна была выйти. Но в декабре там что-то с предисловием немножко не заладилось. Хотели это, потом это, потом это. Рома осерчал, говорит, нет, я не буду ее печатать. Я рассердился, говорит, не буду я ее печатать. И не стал ее печатать. Ух, и через месяц он где-то погиб. И книжка вышла на 40-й день. В декабре, если я правильно помню, где-то 9 декабря она. Февраля. Февраля, да. Да, февраля. Вот она вышла 9 февраля. Я точно помню, что на 40-й день и была презентация. Но ты она подписываешь печатать 2 декабря? Подписали раньше, потому что Рома, я еще раз говорю, там история какая была. То есть он сначала говорит, нет, не будем печатать все, я ее приостанавливаю. Потом, вроде бы как, помягчал. И мне звонит Женя Ройзман и говорит, ну что, книгу-то делаем? Я сейчас с Ромой говорил, он говорит, да ладно, давайте делать что-то. И мы ее включили уже, как бы, ну как бы включили. То есть ее в печать-то подписали 22 декабря. Но в типографию отдали вот в январе. К сожалению, она неделю еще пролежала. Но он все равно бы ее не смог увидеть, скажи что-то. А вторая книга, та книга, я еще раз говорю, он ее сам делал. Там не я составитель был. Я составлял книги из этой серии Димы Рябаканя, там Юли Крутеевой, Жени Ройзмана, эту нет. А вот эту книгу, это уже новая история. Костя Патрушев, его Ромин друг, самый старый, может быть, его друг, он его знал еще со студенческих лет. И Жени Ройзман говорят, надо издать книгу новую Ромину, хорошую. А самый большой архив был именно у Кости. Вон он сидит. Я сейчас скажу, где этот архив. Этот архив сейчас в Музее писателя Урала, Константин его передал. И он, когда будет готов, наверное, можно будет и работать по этому архиву. Я, когда стал разбирать этот архив, он складывался из нескольких частей. Часть архива передала Надежда, часть архива была моя личная, довольно большая. И еще кто-то вот приносил. Еще у Ройзмана, да, была. Она сложилась, и довольно большой архив был. Мне было непонятно, как делать книгу. Как делать? Я там обнаружил очень много рукодельных сборников, которые сам Рома составлял. Некоторые рукописные. Его прям авторские сборнички с оригинальными названиями. И мне показалось интересным именно дать, именно вот в таком виде. Поэтому эта книга составлена из сборников, которые никогда не издавались, но были составлены самим Ромой. И единственное, что в этой книге я добавил те стихи, которые, на мой взгляд, достойны были публикации, но не вошли в эти сборники. Они не вошли. Некоторые стихи остались за бортом, потому что некоторые просто я упустил. Например, там «Россия. Родина слонов» мне потом попьяняли, сказали, вот почему его нет. Как-то вот оно выпало из непонятно как. Но все равно это на самом деле может быть самое полное на сегодняшний день издание. Конечно, Рома нуждается в очень хорошем издании. Я его условно для себя называю академическому. Я думаю, что сейчас все архивы соберутся в музее писателей Урала. Они будут описаны. И это для будущих издателей как раз. Вот поле деятельности. Это надо сесть с архивами, поработать, правильно выстроить и сделать хорошее академическое, ну, условное, я так кавычка говорю, академическое издание. Может быть, я не знаю. Как писать биографию Ромы? Кто знает? Я же еще раз говорю, он был мистификатор, он был тюрист. Я с ним очень близко жил, то есть мы с ним дружили, он виделись практически каждый день. Особенно в 80-е годы. Я так до сих пор не знаю, где, что, куда, как он. Вот он выходил за порог, куда пошел он вообще никто не знал. У него, говорю, было несколько компаний. Несколько компаний. И удивительным образом эти компании не пересекались. Не пересекались. Поэтому Рома ждет своих еще издателей, больших. Я не знаю, кто возьмется. Это дело такое трудное. Но для этого все подготовлено. Вот для этого есть две книги, есть публикации журнальные, в том числе и в журнале «Урал», в разных изданиях. Они есть, я говорю, в Музее писателей Урала они все есть. Практически весь этот архив.